Доброго здоровья и это Ответы на вопросы Нелнара, помоги, пожалуйста, разобраться В феврале у меня был сон Я оказалась в теле некого существа Не человек Больше похожий на зверя Но обладающего чрезвычайно чувствительным слухом Обонянием и быстро передвигается Движения были настолько быстрыми, что мой мозг не успевал принимать их Я словно оказалась зрителем в этом теле Я только наблюдала за движениями Воспринимала мир глазами той сущности У меня руки были темно-синего Темно-сине-черного цвета Я находилась на обычной улице Где ходили люди Они меня не видели Зато я их видела Чувствовала их запах И они у меня вызывали отвращение Они, которые толстые Хотя телосложение у них обычное Здесь то ли опечатка То ли вы когда пишете текст Вы проверяете И если какие-то недочеты, ошибки Или знаки припинания там поставлены Вы можете редактировать Тогда мое чтение будет чистое, без запинок и с естественной скоростью Я фиксировала каждые мелкие детали в людях С чрезвычайно большой скоростью Я была очень быстрой Худой И относительно малого роста Через неделю я была на семинаре Холотропного дыхания Во время сессии Меня моментально бросило В то состояние Как во сне Но на этот раз я была в своем теле У меня постепенно Одним за другим Начали открываться органы чувств Первым было осязание Во внутренних частях рук и ног У меня открылись энергетические каналы Я четко чувствовала, как энергия идет от земли по тем каналам Ко мне в тело Энергия била фонтаном Мое тело наполнялось огромным количеством энергии Я крепко держалась конечностями к земле Следующим было обоняние Я четко начала ощущать запахи Гораздо насыщеннее, чем раньше Мне хотелось нюхать людей Я это и делала Нюхала руки каждого участника семинара Их запахи были совершенно разными Но на этот раз приятными для меня Потом у меня открылся слух Я слышала шепот Разговоры других участников Несмотря на громкую музыку Видение у меня так и не открылось Я чувствовала и чувствую сейчас блок в области глаз и лба На физическом уровне это проявляется Как заложенность гайморовых пазух Закисание и слезящиеся глаза Я постоянно думаю о том существе и о моем блоке Что это было за существо? Из какой он цивилизации? Почему мне дали шанс побывать в его теле? Имею ли я отношение до этих существ? И это связано с тем, что я постоянно чувствую Что я не из этой цивилизации И когда-то была не человеком Я хочу плавно забрать блок с глаз Но не знаю какими методами Достаточно ли двигаться в том направлении В котором я сейчас иду Отчистка организма легкой пищей Голодание и очищение разума от негатива Та наполнение приятными эмоциями Что такое та? Может быть до наполнения приятными А! И наполнение приятными эмоциями Наверное так Посоветуй пожалуйста Очень жду ответа И благодарна тем, кто читает мою историю Прикрепляю фото Фотографии мандал Нарисованных на семинаре Они пропитаны той энергетикой И состоянием, в котором я была Прошу читателей поддержать Лайками мой пост Ну что ж Попробуем ответить на вопросы Что это было за существо? Один из аспектов Вашей сверхдуши С которым вы очень близко связаны Потому что у вас один прародитель Одна сверхдуша У вас идет духовный рост Поэтому он активировался одним из первых А вы обмениваетесь Когда он спит Он участвует в вашей жизни Когда вы спите Вы участвуете в его жизни Это происходит не каждую ночь А иногда Это синхронизация Это организовано как раз Вашей сверхдушой Потому что вы начали процесс Сбора фрагментов своей души И вы друг для друга Являетесь Фрагментами Поэтому вы пробуете прожить жизнь друг друга Это является процессом объединения Объединения сознаний Или Синхронизация и временное слияние сознаний Интересно Из какой он цивилизации У нас нет названия Но я бы назвал ее параллельной Цивилизации Знаете, у нас Когда человечество классифицирует Можно будет высказать название Пока такого нет Почему мне дали шанс Побывать в его теле А, ну я уже ранее Приоткрыл Что Ваша сверхдуша Как раз видит Видит и помогает Активировать процессы Объединения фрагментов души И первые как раз два фрагмента Сейчас очень близки Потому что у вас обоих идет Что-то подобное Духовному росту Имею ли я отношение До этих существ И это связано с тем Что я постоянно чувствую Что я не из этой цивилизации И когда-то была не человеком Вы имеете отношение к нему Как Сейчас к этому существу Как близкому родственнику Как Ну, брату или сестре Вот что-то подобное Относительные, конечно, понятия Примерные Ориентировочные Но Как к брату почти Что двойняшки Или сестры Так, сестры Или Не двойняшки Но все-таки родственные Это связано с тем Что я постоянно чувствую Что я не из этой цивилизации Когда-то была не человеком Так вы и не из той цивилизации Или частично И из этой, и частично из той Да, но вы И вы здесь правильно чувствуете Вы Вы чувствуете свое глобальное происхождение Что больше Вы воплощались не здесь Вот Это правда? Хотя частично Да, и когда-то были не человеком Даже Человеком Вы являетесь Мизерное количество времени Если раскладывать ее В линейном смысле Относительно тем Того Кем вы были До человека Я хочу плавно Забрать блок С глаз Но мне Но не знаю Какими методами Ну Методов Хватает Особенно те Самые быстрые Или самые Эффективные Если вы их Выполняете До достижения Результата Это Тех Что я описывал В своих видео Это техника стояния Это техника голодания Голодание является Самой крутой Вы можете найти Сухого голодания Только такая Техника Работает на вас Когда вы Не останавливаетесь На малых На малых сроках Или на Когда вы Применяете Каскадное Постепенный разгон В каскадном Сухом голодании Да Вот эти Техники Работают Достаточно Ли двигаться В том направлении В котором Я сейчас Иду Очистка Организма Легкой Пищей Но Легкая Пища Не очищает Организм Она всего лишь Ну Она даже Загружает Она Тяжеляет Но легкая А в более легком варианте Тяжелая В очень тяжелом Понимаете Легкая пища Это то Что поддерживает вас В Здесь В этой реальности В матрице Частично Та же легкая пища А отсутствие пищи Выводит Или поднимает вас Над ней Приподнимает Здесь резкие методы Не очень хороши Но постепенно Как раз Помогает Быть здесь И быть И там И быть Еще где-то Или открывать Свои чувствительные Способности И видение В том числе Голодание Да Голодание Правильный метод Очень Ну очень эффективный И очищение Разума От негатива От негатива Ну да Это действенная Методика Очищения Так И Да Наполнение Приятными эмоциями Ну в какой-то степени Работают эмоции Но они являются Эмоции Приятные эмоции Пробуйте Экспериментируйте Эмоции Да На каком-то этапе Они помогают Посоветуйте Пожалуйста Очень жду Ответа Благодарна тем Кто читает Мои истории Да Интересный эффект Интересная история Вот как можно участвовать Когда мы спим Мы всегда Где-то В ком-то В чем-то В жизни Каких-то Параллельных Наших я Далеких Близких я Мы можем Мы можем И по привычке Думать Что мы человек Все еще Но мы можем И даже Накладывать Фильтры Своего Сейчас Своих привычек Восприятия На тех существ Которых там Которые там живут И видеть их Как людей Но на самом деле Они могут Являться не людьми То есть мы Окрашиваем тот мир Частично В свои фильтры То есть как бы Одеваем розовые Или какие-то Зафильтрованные очки И видим Существ Как своих родных Или наш мозг Наше сознание Может потом После пробуждения Интерпретировать Это как люди Но в большей В части случаев Это не является людьми Мы участвуем В мирах других людей И не людей И здесь Эффект интересный А человек был В те или иные Другого существа А потом Это другое существо Было в теле Прямо на семинаре Вошло в тело Женщины И прожило И поэтому Женщина почувствовала Обостренные Восприятия Которых раньше У нее не было Обостренные Чувствования Видения Слышания Нет Кроме видения Слышания Нюхания Ей это Понравилось То есть В нее Вселилась Как раз Та часть Тот фрагмент Души Который В это время Спал Но в параллельной Реальности До и после Женщина Вселяется И может Продолжать Вселяться Пробовать Проживать Кусочки жизни Пока спит В жизни То есть Того существа Понимаете Вообще-то Это Каждую ночь Происходит Мы Всегда Где-то В ком-то В чем-то И более Подробно Ясно Рассматривать Где мы Или что мы Делаем Можно Но это По мере Мастерства Когда мы Утончаем Своё восприятие Настолько Что уже Начинаем Различать И более Тонко Чувствовать Детали Детали Пространства И детали Своей внешности И внешних И окружающих Существ Или людей Если это люди Так Я думаю На вопросы Ответил Здесь Кратко И если у вас Будут свои вопросы Или свои истории Вы можете Всегда их написать На стене Вконтакте Под свежим Видео И самые интересные Из них Я скорее всего Зачитаю Если вдохновлюсь На это На этом всё До следующих встреч